В глазах огонь, на лицах маска. Характер горцев через мелкие детали и жесты можно разглядеть на портретах Рашида Садулаева. Художник представил выставку под названием «В горах мое сердце» накануне в Национальном музее имени Тахагуди. Побывала на открытии и ознакомилась с его творчеством и наш корреспондент Карина Баталова. Ей слово. Имя Рашида Садулаева для культурного бомонда республики – большое открытие. Организовать первую персональную выставку в крупнейшем музее Дагестана для художников – большая честь. Тем более, что Садулаевна и Виста, их работы нечасто попадают во внимание галеристов и арт-критиков. И все же эти простые и открытые картины могут быть не менее драматичны и даже художественно значимы, чем полотна признанных мастеров. Вы знаете, я вот так увидела, у меня сразу как-то сердце раскрылось. Ну, бывает иногда вроде, да, хорошо, там начинаешь думать, что-то анализировать, а здесь даже анализировать не хочется. Вот эта искренность, эта непосредственность и вот эта гармония, которая присутствует. Не все наивные художники, не профессиональные, не все ее владеют. Рашид Садулаев не имеет профессионального художественного образования. К искусству приобщил его дядя, тоже самоучка, художник Абдулмажид Манапов. Рашид всю жизнь работал на земле, возделывал ее, выращивал сады. Заниматься живописью он начал лишь после 30 лет. Так дело и пошло. Сейчас в его коллекции более 80 произведений в разных жанрах. В основном это пейзажи родного села Ботлик. Есть и портреты, и натюрморты, жанровые сцены и даже анималистические композиции. И все же главный герой его картин – это горцы и горянки, его земляки. Среди всех картин, представленных на выставке, больше всего выделяется именно это. Портрет имама Шамиля в натуральную величину. Художнику понадобилось полтора года, чтобы его закончить. Тем более, что рама сделана вручную. Атмосфера радости и восторженный взгляд на повседневную жизнь. Яркий колорит и внимание к деталям, совмещение вымысла и реальности. Эта выставка была организована Домом народного творчества в рамках проекта «Самородки», нацеленного на выявление талантов из народа. Надо сказать, что вот это направление исследования этого социального феномена, я действительно считаю, что это социальный феномен, потому что это не единичный случай, а уже достаточно массовое явление, когда люди-самоучки, самобытные художники, они начинают писать. Выставка Рашида Саадулаева продлится до 19 февраля. Напомню, посетить ее можно будет в Национальном музее имени Тахагоди. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, Телеканал ННТ, Махачкала.